Девушки отдыхают Она готова на все, чтобы обезвредить опасный, по ее мнению, фрукт. Ведь опыт Белоснежки подсказывает, яблоко отравлено. Нужно оказать мисс Смит первую помощь. Что же делать? Придется вспомнить тактику искусственного дыхания. Ну это уж слишком. И вместо благодарности Белоснежка получает выговор и с позором изгоняется из класса. Какая-то невеселая сказка получается. А ведь она просто хотела как лучше. Ой, только посмотри, как мило флиртует эта парочка. Видно, эти двое нравятся друг другу. И даже очень. А это еще кто? Ну и коса. А, конечно, это же Рапунцель. Еще одна яркая личность колледжа. Впрочем, ее гордость. Коса иногда так мешает ей жить. Например, сейчас. Упс, далеко не уйдешь, пока не освободишь косу. Фух, получилось. Но тут ждет новое разочарование. Брэндон, который так нравится Рапунцель, нагло флиртует с другой. И чем она лучше меня? Да у нее даже косы такой нет. Надо что-то делать. О, звонок. Планы по завоеванию Брэндона придется отложить. Упс, поаккуратнее надо с косой. А то она становится опасной для окружающих. О, ну никому не по душе этот канат из волос. Лучше держать его при себе. И почему эта странная принцесса не хочет подстричься? Ладно, пора заканчивать урок. Всем счастливо. Похоже, Рапунцель кое-что поняла про эту жизнь. И решила использовать волосы альтернативным способом. Вот так. Вау, какие объемы. Рапунцель, отлично выглядишь. И внимание того самого обеспечено. Все просто. Всего-то и надо было найти волосам правильное применение. И больше никакой конкуренции. Ну что за класс такой? За первой партой сидят сразу две принцессы. Жасмин и Золушка. Им ни до чего нет дела. Еще бы такие красотки. И все же урок начинается. Но эти девчонки срывают всю дисциплину. Надо что-то предпринять. Иначе толку от учебы не будет. Окей, принцессы. Раз такое дело, то вместо учителя вести урок будет... Властная королева. Прошу приветствовать. Ее высочество, мисс Смит. Вот так-то лучше. Это работает. Еще бы не подчиниться самой королеве. Такого принцессы не могут себе позволить. Королевская иерархия. Все дела. Долгожданный перерыв на обед. Принцессам ничто человеческое не чуждо. О, Золушка, привет. Приятного аппетита. Правда, вначале нужно немного прибраться в тарелки. Рассортируем овощи по цвету. Сочные брокколи отдельно. Желтую кукурузу в сторону. Морковка, сладкий перец, горошек. Все должно быть на своих местах. Трудолюбивая Золушка очень любит порядок. Но не всем понятен такой подход к еде. Вот теперь можно и пообедать. Урок физкультуры. Ничего необычного. Кроме одежды, в которой пришла на занятия Золушка. На спортивную форму это, похоже, меньше всего. Интересно, как она вообще собирается заниматься в таком виде? Да еще и эти хрустальные туфли. Ок, ок, переоденусь. Оп, кроссовки. Вот совсем другое дело. Правда, они тоже из хрусталя? Ну что ж, главное, что Золушке не мешает. Ее странная спортивная экипировка. О, а вот и Жасмин. Со своим ковриком. Вроде бы ничего необычного. Просто коврик для йоги. Ого, она взлетела на ковре самолете. Все нормально, так и должно быть. Но чудеса левитации это слишком для обычных людей. У мисс Смит легкая форма шока. Поэтому лучше спуститься на землю. Это был непростой урок. Пора его заканчивать. Еще одна яркая ученица этого колледжа. Узнаешь кто? Русалочка, конечно. И она сидит в своем личном аквариуме. Кажется, тут уже никого ничем не удивишь. Время проверить домашнее задание. К доске пойдет. Ариэль, прошу вас. Я не могу к доске. У меня хвостик. Может, поможешь, Джек? К доске на руках невероятное зрелище. Ну а если ты русалка, по-другому никак. Чего только не увидишь в этом колледже. Садись, пять. Мужское благородство заслуживает высшей похвалы. А что это за милая особа? Ну конечно, это же принцесса Белль. И у нее есть свои друзья. Чайник и чашечка. С ними всегда можно поговорить. Хотя для окружающих это выглядит слишком странно. Нет, это невыносимо. Разговаривать с посудой. Вдруг это заразно. Лучше отсесть подальше. Что? Нет. 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 Начинаем смешивать реактивы. А? Стойте. Мисс Смит ошиблась и взяла не ту мензурку. О нет. Сейчас получится большой бум. Поэтому Эльза замораживает учительницу. И меняет реактивы. Фух. Можно выдохнуть. Похоже, только что Эльза спасла всех от ужасного взрыва. Хорошо, когда в классе есть такая принцесса. А тебе хотелось бы учиться рядом с героями сказочных мультфильмов? Напиши нам об этом в комментарии. Ставь лайк. Подписывайся на наш канал и звони в колокольчик, чтобы не пропустить самые интересные новинки на канале Трум Трум Вау. Субтитры сделал DimaTorzok